Кризис не помеха 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 Мы говорим о том что Ни в коем случае нельзя Рушить свой союз Свою семью Из-за того что Ну бывает возникает Какие то проблемы Увольнение с работы Сокращение Зарплаты Или что то еще Вот Хочется спросить Жизнь так скажем До кризиса И жизнь во время Кризиса Как это у вас Поменялось Максим Ну, мы кризис не ощущаем так, поскольку так, как его, вроде бы, и нет. Но в основном живем, как все обычные люди, наверное. Ну, есть такой уже, не знаю, пунктик такой, ага, мы вот это вот туда не идем, туда не идем, на этом экономим, на этом экономим. Нет, по-моему, нет такого. Ну, я не всегда все замечаю. Лена, рассказывайте, как вот до и после, как говорится. Как хранительница очага, так скажем. Вы знаете, кризис, на самом деле, он в наших умах. И когда есть какие-то сложности, то всегда обращаешься к семье, и именно в семье ты ищешь поддержку. И какие бы трудности ни были на работе, либо там где-то еще, если есть крепкий семейный тыл, то эти трудности, они решаются довольно-таки очень быстро и безболезненно. Мы на семейном совете обсуждаем все какие-то нюансы, пути выхода, если какие-то складывать ситуации. Но обычно очень трудные ситуации нас сближают. То есть у нас может возникать, например, какое-то недовольство семейное друг к другу, но если есть какая-то трудность, то она нас сближает, и наша семья от этого становится еще крепче. По поводу кризиса, возможно, есть некоторые сокращения расходов на благотворительность, в первую очередь, и, возможно, какие-то дальние поездки по России. Это вот то, что мы сокращаем. Друзья, ну на чем вы экономите, если вашу семью коснулся кризиса или не коснулся? На чем можно сэкономить? Позвоните нам, расскажите 202-11-22. Как давно вы вместе, Максим? Расскажите нам. Ну, с 2006 года мы начали как бы уже жить вместе. Знаем друг друга, наверное, со школы. Со школы, с 8 класса, где-то с 9. Точно даже не помню. Ну вот решили пожениться, да? Мы к браку шли осознанно, мы сначала полтора года жили совместно, чтобы друг к другу привыкнуть. То есть, несмотря на то, что мы очень давно знакомы, очень давно дружили, все-таки печать в паспорте мы не торопились ставить по причине того, что нам надо было узнать. А приживемся мы вообще, и стоит ли вообще идти в ЗАГС. И только после того, как мы убедились, то есть мы уже осознанно пошли в ЗАГС, осознанно уже поставили печать в паспорте. Понятно. Ну а есть ли какие-то, я не знаю, отношения, может быть, родственников, родителей? На кого вы равняетесь? Кто вот для вас идеал семейных ценностей, семейных отношений? Максим, есть такие люди? Ну, родители, скорее всего. У них тоже такая хорошая семья. Воспитали двоих детей. Ну, как бы хотелось тоже, чтобы было все хорошо, что ли. Так у вас сколько детей? У нас пока один. Но это не предел или предел? Нет, не предел. А как же, вот, кризис, опять же, говорят, пока ребенка все-таки дорого рожать и содержать? Ничего подобного. Ребенка содержать недорого. Главное, не вестись на рекламу, не покупать все, что не нужно. Ребенок пока маленький, но у него абсолютно затраты минимальные. А кто-то говорит наоборот, что как раз первый год жизни ребенка самый-самый дорогой. Первый год жизни ребенок получает грудное молоко. Соответственно, тут не на что тратиться. Ну, почему, да? Так, ну почему, сказал Васильев. Ну, как, кроватку надо купить, коляску купить, санки, все эти такие-то... Теплые вещи, легкие вещи, худушки, игрушки. Можно выбрать акции, можно взять у друзей на прокат. То есть можно выйти из этого положения. На последующих детей же не надо тратиться. Опять же, подгузники. Подгузник нужен только на улице. Зачем ребенку подгузник в доме? Ну, это понятно. Ну, вот, друзья мои, на чем вы экономите? Звоните нам 202-11-22. Ну, а я для вас все-таки давайте немножко расшевелимся. И приготовила вопрос про легендарную группу Queen. Если вы хотите получить билет на этот концерт, киноспектакль, услышать знаменитые хиты, как раз-таки исполненные в 81-м году, о которых знает сейчас весь мир и поет до сих пор, ответьте на вопрос. Этот легендарный гитарист группы является не только командором Ордена Британской империи, но и ученым-астрофизиком. Естественно, гитарист группы Queen, о которой мы говорим. Если вы знаете, звоните 202-11-22. Ну, вот, если уж возвращаться к нашей теме, нам кризис не помеха, и говорить о семейных ценностях, на какие ценности опирается ваша семья? Вот что для вас первоочередное? Вот не деньги, если мы берем в расчет. Терпение и взаимное уважение друг к другу. А что под этим подразумевается терпение? Она меня бесит, но я буду терпеть. Или как? Да, терпение обычно же партнер — это твое зеркало, это твое отражение. То, что тебе не нравится в партнере, по сути, это не нравится в тебе самом. И нет смысла накапливать обиды. Проще сесть за стол переговоров и тактично все друг другу рассказать. Ну, это в идеальных отношениях, а таких не бывает, мне кажется, что тактично, сесть за стол переговоров. Обычно это вот все-таки как-то немножко конфликтно, нет? Ну, с эмоциями тоже можно бороться. В этом как бы и есть годы опыта семейной жизни. То есть эмоции, они тоже поддаются контролю. Можно их не всегда выпускать, можно выпустить пары, опять же, сесть за стол переговоров. Вы знаете, мы нашли для себя одно отличное средство. Когда мы начинаем сильно уставать, ну, вообще от быта, либо от друг друга, мы идем в горы. В горы? Мы идем в горы, да. Мы лезем в высокие горы, ну, Урал, у нас пешие походы. И после гор, знаете, там совершенно другая энергетика. Мы приходим с совершенно другими людьми. Вот так же, как и было на Новый год, мы встали на горные лыжи. Ну, просто ни с того ни с сего. То есть такая разрядка у вас получилась? Да, у нас получилась такая разрядка. И в итоге на новогоднем банкете нам сказали, что мы выглядим как молодожены. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Так что возьмите на заметку. Возьми, друзья. Чуть что, сразу в горы, чтобы не ныл, не скулил, как говорится, и уже... Вообще, это наш девиз нашей семьи в любой трудной ситуации идти в горы. Здорово. Это, мне кажется, можно действительно взять на заметку. 202-11-22, телефон прямого эфира, на чем вы экономите. Звоните нам или пишите. Ну, и, конечно, по-прежнему висит у нас вопрос о легендарной группе Queen. Назовите этого легендарного гитариста, который у нас, оказывается, и ученый-астрофизик, да еще и командор ордена Британской империи. Если в курсе, кто это ныне здравствующий и вообще просто замечательный музыкант, звоните 202-11-22. Максим, вопрос как к главе семьи. Как происходит дело все-таки с семейным бюджетом? Принес муж, как это говорится, динозавра или кого там, мамонта, а жена его разделывает. Или все-таки как-то вы по-другому строите это? Ну, я думаю, то, что в семье должен зарабатывать мужчина, так как я зарабатываю, так деньги я посвящаю жене, отдаю ей. Прямо все до последней копеечки. Ну, как, конечно, оставляю на карманные расходы, там мне надо машину заправить, где-то поесть, что-то перекусить, может, иногда какие-то мелочи купить. Конечно, оставляю некоторые деньги, а в основном все уже не отдаю. Так, и как жена дальше распределяет бюджет? Ну, вот коммунальные платежи... Бюджет распределяют следующим образом. 50% уходит на затраты семьи. Тут и коммунальные платежи, тут еда, одежда и прочие издержки. 30% у нас уходит, так скажем, на отдых нашей семьи, на покупки каких-то вот вещей именно для этого отдыха. Ну, то есть сюда же и включаются и походы с ребенком, то есть во всякие спортивные залы, бассейны и так далее, и так далее. 10% у нас уходит на инвестиции, то есть мы сразу откладываем. И 10% уходит на благотворительность и обучение, то есть на какие-то курсы, семинары и фонд помощи, например, тем же детям. Инвестиции, у меня вопрос интересный. То есть вы получаете еще и откладывать что-то? Да, это обязательно. Это у многих не получается, на самом деле. Ну, во-первых, чтобы откладывать, просто надо учитывать свои расходы. Нужно ввести дневник своих расходов. И когда вы будете выписывать все свои расходы, вы будете точно видеть… Вы будете с ума сходить, это он, а что вы тратите деньги вообще? Да, но когда вы введете дневник расходов, вы можете посмотреть, ага, а вот это-то вот мне не надо. Если вы откроете свой шкаф, вы увидите, например, много вещей, которые вы купили и забыли про них. Либо вы раз и ходили, а зачем? Вот если все это копить, 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 то у вас накопится приличная сумма денег, которую вы можете потратить, например, на те же поездки, на свой отдых. На свой отдых, и, в принципе, как-то можно даже еще и обучаться, и чему-то там, не знаю, учиться, и даже вкладывать в здоровье других людей, детей благотворительностью заниматься. 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните нам, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, отвечайте на наши. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Данила. Данила. Данила, скажи, пожалуйста, есть ли сейчас рядом с тобой взрослые люди? Есть. Есть. Ну, у меня такой к тебе вопрос. Как ты думаешь, вот на чем нужно экономить, вот, например, семье, раз ты у нас такой сегодня юный зритель? Меня это не касается пока. Пока, ну ты сам-то вот чувствуешь, что, например, надо, может быть, поменьше конфет, сладостей, игрушек просить? Сигареты. На сигаретах нужно экономить? Папа покупает. Папа. То есть ты говоришь, папе, бросай курить, экономь. Да. Правильно? Правильно говоришь. На сигаретах, как раз-таки, наверное, в первую очередь можно сэкономить. Данил, ты позвонил нам выиграть билет на концерт группы Queen. Ты увлекаешься такой музыкой или кто-то у тебя увлекается? Нет, меня папе нравится. Папе нравится. Папа сам постеснялся позвонить? Да. Понятно. Ну, ты у нас человек бойкий. Давай отвечай. Что же за виртуозный гитарист? Брайан Мэй. Брайан Мэй. Конечно, это Брайан Мэй. Это правильный ответ. Вот пусть твой папа, сэкономив теперь получается на билетах на концерт, что-нибудь себе купит вкусненького за твою смелость. Спасибо большое. 202-11-22, телефон прямого эфира. На чем вы экономите, друзья, на чем можно сэкономить? Ну, вот на сигаретах. Никто не курит у вас? Нет. Ну, вот на самом деле кто-то из коллег тоже говорил, вот пачка сигарет 100 рублей. В день выкуривается многими курильщиками-заядлыми запросто. То есть, если так вот посчитать, ну, 3-е, а то и больше тысяч уходит на только сигареты. Ну, кстати, 3 тысячи каждый месяц. Если их сложить, то накопится очень приличная сумма, и причем без вреда для вашего здоровья. А вот такой вопрос. Уходя, гасите свет. Следите ли вы за расходом воды, электроэнергии, чего-то там еще? Да, у нас тоже все предусмотрено. У нас стоит двухтарифный счетчик дома. То есть, электроэнергия у нас экономится. То есть, например, та же стиральная машинка у нас включается после 11, когда идет расход минимальный. Также какая-то такая вот техника, которая берет очень много энергии. А классы, так скажем, сейчас же выходят, ну, экономные какие-то там холодильники, экономные политы. Да, это тоже помогает, но тем не менее, вот, например, если включить машинку на 60 или более градусов, то тут никакой класс вам не поможет. Это точно. Энергосберегающие лампы тоже никто не отменял. Понятно. Ну, вот, а Максим, как автомобилист, ощутимый ли сейчас уже такой скачок расходов на автомобиль? Не знаю, наверное, нет. Особого скачка-то какого-то было, только на бензине немножко. А в обслуживании ничего не повысилось? У меня новый автомобиль, пока по гарантии, если что-то там и будет, то... Если что, отвалится, принесу обратно. Друзья, ну вот, собственно, мы выяснили, что никакие кризисы не страшны, если есть любовь, взаимопонимание в семье. И, в принципе, если все строится на терпении и в каком отношении? В взаимном уважении. В взаимном уважении друг к другу. Мы благодарим Максима и Елену за то, что вы к нам пришли. Вам успехов, семейного благополучия. Ну а впереди у нас вопросы, надеюсь, ваши, нашему сегодняшнему гостю, финансовому консультанту. Как выжить в кризис и как, собственно, свои расходы, доходы как-то, в общем, сопоставить так, чтобы не было потом мучительно больно. Это будет уже совсем скоро, через пару минут. Не переключайтесь. Лично я не купаюсь. Но те, кто купаются, я считаю, что они молодцы. В последнее время нет, а лет 10 назад купалась. Раз в два, наверное, два года я купалась. Ну, ощущения приятные, когда выходишь, сразу так тепло становится. Я вообще лет 15 обливалась просто холодной водой. Просто обливалась. Прорубь бегать было некогда. Но всегда обливалась. Так что это приятные ощущения. Это комфорт. Да, конечно. Хожу, потому что это мне придает сил. Как моральных, так и физических. Думаю, на ближайшие половины года. Я отношусь очень хорошо к этому. Я уважаю людей, которые купаются на крещение. Но я сама не хожу. Я боюсь заболеть. Вот у меня организм очень слабый. Бой. А так люди очень хорошо делают. Я думаю, это полезно очень. И вот сколько моих знакомых не ходят, все, никто не болеет. Все себя очень хорошо чувствуют. И все здоровые. Я к этому отношусь положительно. Но так как я очень редко, в принципе. Поэтому мне непривычно просто сразу схватывать дыхание. И как бы не совсем комфортно. И не совсем то удовольствие получаю, которое получают люди, которые каждый год и, может быть, даже каждый день этим занимаются. В прорубь не хожу. Потому что, чтобы ходить в прорубь, надо здоровье иметь. Начинать надо с молоду. Когда еще здоровье есть. А сейчас это в прорубь, это очень опасно. Обязательно. И в молодость ходила. А потому что, как только искупаешься в проруби, вторая жизнь начинается. Молодая. Нет, не хожу. Я так моюсь с холодной водой дома. Я считаю, что кто закаленный, могут, конечно, купаться. Но это надо предварительно закалку иметь. Так просто не нырнешь, я думаю. Ну что, друзья, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, 202-11-22. Нам кризис не помеха. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Задавайте свои вопросы нам по телефону. Ну или, собственно, можно в нашей группе ВКонтакте это сделать. Обещала я вам нашего гостя, следующего финансового консультанта. С большим удовольствием представляю. Здесь с нами в студии Роман Цуприк. Здравствуйте. Добрый день. Не купайтесь в проруби. Нет, не купаюсь. Ни разу не было такого. Только обливаюсь. Только обливаете, то есть закаляетесь. Да, это проще. Это проще. Ну, раз у нас сегодня такая вот тема, кризис, нам кризис не помеха. Есть ли вообще в стране это кризис? Или все-таки это надумано, как наша гостья Елена сказала? Как вы оцениваете, как специалист? Кризисные явления, конечно, есть. Где-то они нарастают, где-то нет такого явного движения. Если вспомнить 2000-е годы, знаете, вплоть до начала 2000-х, с 2008-го, да, и с момента кризиса 98-го, люди, знакомые и незнакомые, обращаясь ко мне, часто спрашивали, а правда, что скоро снова дефолт? И снова бахнет, как говорится. Это было самое страшное слово, хотя никто толком не понимал, что это, собственно, за дефолт. Но все знали, что это плохо, это кризис. В 2008-м году наступил очередной, и когда тоже первые самые тяжелые дни и кризисные явления были преодолены, люди стали ждать вторую волну этого кризиса. Это стало новое кодовое слово. Скоро вторая волна. В 2009-е, 2010-е, 2011-е, 2012-е годы, собственно, все шли в ожидании новой волны, новых потерь на финансовом рынке, на рынке труда. Ну, можно сказать, что сейчас, да, в чем-то ситуация реализовалась. Снова происходят резкие движения валютных курсов, неблагоприятные для рубля. Ну и бабушки говорят, что все дорожает. Да, идет инфлякция, заметная продуктовая. Но, опять же, для каждого она заметна в разной степени. Если у вас на продукты только уходят половину вашего семейного бюджета, конечно, для вас будет заметное удорожание там в среднем на 10-15-20% по разным группам товаров. Но если посмотреть на тот же рынок труда, нет каких-то массовых сокращений, нет массовых разорений предприятий, как это было в 1998 году. Ситуация достаточно спокойная. Хотя, я прогнозирую, что в нынешнем наступившем 2015-м будет некоторый рост безработицы. Но, опять же, не в каких-то глобальных масштабах. 6,5-7-8% безработицы, по некоторым прогнозам. В общем-то, это гораздо меньше, чем во многих европейских странах. И это нормальный размер свободной рабочей силы, которая позволяет открывать новые предприятия в том числе. Но вот вам помогает знание финансовых документов, актов, нормативных каких-то еще вещей в жизни? Вот вы финансовый консультант, работаете экспертом и так далее. В жизни это помогает как-то? Ну, вы знаете, да. Когда люди видят, например, скачки валютных курсов и бросаются в обменники скупать валюту, я понимаю, что на самом деле нет необходимости никуда бежать. Есть давно разработанные инструменты, инструменты, относящиеся к биржевой торговле. Это фьючерсные контракты на валюту, опционы. Инструменты эти доступны в том числе для рядового, любого гражданина нашей страны, который хоть немножко понимает, что это такое, и хочет себя обезопасить от тех же рисков изменения валютных курсов неблагоприятных. У нас тут вопрос как раз-таки вдогонку. Выгодно ли в евро свои счета переводить? Какие вклады деньги не увеличат, а хотя бы сохранят? Ну, если речь идет о сбережениях личных, да, о сбережениях граждан, я считаю благоразумным совет, который, в общем-то, чаще всего отдается в таком случае, хранить сбережения в разных валютах. Ну, основные, наиболее популярные для этого валюты – рубли, доллары, евро. Многое зависит от того, насколько ваши доходы и расходы привязаны к определенной валюте. Ну, у большинства наших граждан и то, и другое в основном в рублях, да. Если вы часто ездите за границу и определенные доли, соответственно, расходов несете в валюте, естественно, логично – часть сбережений лежать в валюте. Многие кинулись скупать доллары и евро именно в последние месяцы в связи с тем, что творится на валютных рынках. Но сейчас заметно, что, в общем-то, панические настроения пошли на спад. Уже гораздо меньше таких вот покупок, хотя курс пока не падает. Но он остановился, по крайней мере, в каком-то диапазоне колебаний высоких. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, как-то будут какие-то успокоения, ситуации. Ну, сразу приходит на ум, да, храните деньги в сберегательной кассе гражданей, не под матрасом. Ну, хотя под матрасом есть ли смысл хранить деньги дома? Ну, на самом деле нет. Или вкладывать лучше все-таки, да? Куда-то? Если есть сбережения, ну, по фактическому поведению наших потребителей, заметно, что вот именно в ноябре-декабре усилилась тенденция оттока вкладов из банка, да, и люди вкладывают свои сбережения во что-то вещественное, материальное. Что-то покупают. В том числе, например, резко выросли покупки автомобилей именно в декабре месяце. То есть, в принципе, ожидается, что будет изменение цен на импортные товары, да, в не лучшую сторону. Пока еще оно не реализовалось в полной мере. И люди, имеющие сбережения, стараются их потратить на то, на что они хотели изначально, да, и пока еще видят такую возможность. Это нормально. Ну, вот к нам семья приходила сейчас на эфир. Жена, так скажем, Елена, она говорила, что она ведет дневник расходов, что у них там какие-то проценты туда-сюда уходят и сохраняются там чеки какие-то, потом что-то подводится, подбивается так и так далее. Вот как все-таки грамотно этот самый бюджет ввести, я не знаю, как вообще получать, не знаю, какую-то еще и прибыль, в смысле откладывать там на отдых, на отпуск, на какие-то покупки. Как вот это сделать? Елена очень благозумна, как бы, семья действует, откладывая регулярно определенную сумму средств. Чисто для учета своих расходов, для ведения самого бюджета семейного, да, существует сейчас достаточно большое множество программ, бесплатных в том числе, да и на бумаге это делать не так уж сложно, да. Ну или приложение для нашей техники тоже там. Банальный Excel, который есть в каждом компьютере, вполне удобен, я сам пользуюсь всю свою жизнь и больше у меня, например, не требуется для составления семейного бюджета. Та доля доходов, которые удается откладывать, сберегать регулярно, ну, как я уже сказал, можно использовать инструменты депозитов обычных, да, и варьировать валюты, в которые вкладываются деньги в зависимости от своих потребностей в будущем. Ну, существует и инструмент фондовый рынок ценной бумаги. Сейчас нам доступны уже не только российские ценные бумаги, но даже находясь в России, на российских биржах, мы уже можем покупать и бумаги иностранных, иностранных. Ну, я, если честно, с большим трудом сейчас представляю какую среднестатистическую семью, там, я не знаю, обычную, среднего возраста, покупающую ценные бумаги. И это вот как-то для нашего... Не обязательно делать это самостоятельно. Есть специализированные инвестиционные компании, да, которые оказывают услуги, доверительное управление, организуют инвестиционные фонды, паевые фонды, можно купить просто пай этого фонда, который будет уже управлять вашими деньгами. Ну, на самом деле, интерес к этому рынку, он проявляется в том числе и в такие вот кризисные моменты, как сейчас. Именно за последние месяцы та же московская биржа ощутила значительный приток новых клиентов, физических лиц, которые заинтересованы вот именно управлением и торговлей валютными инструментами. Собственно, физлицо может покупать непосредственно валюту не только в банке, в обменном пункте, но и на бирже. Ну, на самом деле, вот хочется более, наверное, простого языка для наших зрителей, потому что все-таки потребители, они обычные люди, среднестатистические, и нас таковые смотрят и в интернете, и в режиме реального времени. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, звоните 202-11-22. Всех вот все-таки интересует вопрос с кредитами, да, они есть у всех, практически нет такого человека уже, может быть, там, 1-2 на 100 единиц людей, вот, у которых нет кредитов. Кредиты есть у всех, и у всех сейчас возникают вопросы с погашением этих кредитов. Люди берут один кредит, чтобы погасить другой кредит, открывают карты известных банков или, там, неизвестных банков. Вот как не попасть вот в эту ловушку, я не знаю, не засосало это болото кредитное? Вот что посоветуете, если у человека есть уже кредит какой-то, нет возможности за него регулярно платить, например? А банки звонят, угрожают и требуют? Ну, в любом случае нельзя от банка прятаться, конечно. Отключать мобильный телефон – это последнее дело. Нужно идти на контакт, объяснять текущую ситуацию, в связи с чем она сложилась, какие перспективы восстановления доходов у человека есть. И договариваться с банком о реструктуризации, да, о продлении сроков платежей, об отсрочке платежей. В принципе, банки чаще всего идут на какое-то соглашение с клиентом, потому что им просто невыгодно наращивать просрочку. Для банка это дополнительные резервы и потеря прибыли. Действительно, сейчас есть доля клиентов банков, которые оказались в такой ситуации. До недавнего времени банки соревновались между собой в предложениях по перекредитованию кредитов других банков. Человеку предлагали перекредитоваться, скажем, на сумму аналогичную погашаемому кредиту другому банку или чуть большую, чтобы ему еще что-то осталось на руках, чтобы можно было дополнительно потратить. Сейчас, конечно, с декабря значительно вылезли ставки и по депозитам, и по кредитам, поэтому такая перекредитация, ну, маловероятно, она будет просто невыгодна самому заемщику. То есть перекредитоваться заново по ставке в двое больше, чем у него была, это не очень логично, да. Остается договариваться, договариваться со своим банком. Но очень много в интернетах отзывов о том, что, допустим, звонят в три часа ночи, угрожают приехать, я не знаю, какие-то выездные службы, что-то еще. Вот, что многие банки ведут себя неадекватно по отношению к людям, вот, и люди поэтому не берут телефоны или как-то отключаются. Вот, что в этой ситуации, как быть? Если банк не идет на уступки, ни на какие, да, у него тоже есть разные варианты действия. Банк может продать кредит коллектору, да, тогда действительно будет немножко другой стиль разговора с клиентом. Банк может пойти в суд. Собственно, если банк не идет на договоренность, ну, действительно, остается решать вопрос по суду. В будущем у нас достаточно скоро появится возможность, в общем-то, признать себя банкротом. Ну, тут вопрос, конечно, очень многих сейчас так, то ли обрадовал, то ли огорчил, вот, эта ситуация, закон. Закон стоит в действии с 1 июля 2015 года, и заемщик, имеющий долг более 500 тысяч рублей и просрочка более трех месяцев, может сам подать в суд заявление с просьбой признать себя банкротом. Либо кредитор может подать такое заявление, если сейчас считает это выгодным для себя. В принципе, ну, для части заемщиков, я думаю, это будет достаточно выгодно, если они не рискуют при этом потерять, допустим, свое жилье. Такая ситуация может быть, да, там много вопросов еще действительно по этому закону. Как будет вестись его права при применении, покажет время. Но я думаю, что в какой-то ситуации будет выгодно использовать этот закон и погасить все долги, какие можно, и избавиться от этих долгов, да, то есть все, что может быть погашено, будет погашено, все остальные будут спешены. Если все будут себя объявлять банкротами. Ну, не думаю, что это будет на самом деле массово. Но это надо еще уметь будет все это организовать и сделать. Ну, один из вариантов. Тоже вопрос, который очень многие задают, провести некое объединение всех кредитов, которые есть, и приложить их к одному какому-то банку, да, то есть это есть в этом смысл или нет? Ну, на самом деле, если вы кредитуетесь в основном в одном банке, да, у вас образовалось там несколько кредитов. Ну, по картам, по каким-то другим, как это называется. Да, 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 либо банк соглашается, выдайте вам сумму на погашение кредитов в нескольких банках, если вы все-таки платежеспособны, имеете стабильный доход и можете хотя бы сократив платежи, но платить их регулярно, да, и продлить срок платежей. И, в принципе, банки при такой структуризации продляют платежи вплоть там до 10 лет, то сумма ежемесячного платежа, конечно, сокращается и дает вам возможность, не становясь банкротом, не становясь вот таким должником безнадежным, продолжать выплачивать свои обязательства, сокращать свою задолженность. В конце концов, совершенно не исключено, что, допустим, через год у должника увеличится доход, поменяется семейная ситуация, да, и он сможет ускорить темп погашения своих кредитов и избавляться от долгов в прежнем режиме. Почему у нас так в стране получается, что так много людей и так много кредитов? То есть у нас человек, имеющий ипотеку, машину в кредит, берет еще технику в кредит, берет еще карту там какую-то. Почему вот это, не знаю, это нашей стране только свойственно такой вот, я не знаю, образ жизни, когда все в кредитах, и ты живешь, я не знаю, в таком непонятном вообще каком-то обществе, где у каждого по два, по три кредита, или только, или все-таки это мировая какая-то такая тенденция, практика? Если сравнивать нашу ситуацию с различными странами, с одной стороны, у них объем кредитов, выданных населению, гораздо больше, с другой стороны, действительно, сложилась ситуация, когда многие заемщики имеют по несколько кредитов и берут новые чаще, чаще всего, чтобы просто перегасить обязательства по ранее полученным кредитам. Но, если посмотреть на историю, долгие годы, скажем так, несколько лет спокойных двухтысячных, у нас регулярно снижались ставки по кредиту, когда рубль еще был достаточно стабилен, когда мы получали стабильные нефтяные доходы и так далее. Ну вот, была на лицо ситуация потребительского бума, да, и многие банки развивали именно кредитование физических лиц, выдавая кредиты, может быть, не самым надежным заемщикам, не особо активно, не особо пристально проверяя их платежеспособность. Ну, раньше не было такого, конечно, последние несколько лет у нас вот что, такое массовое. Да, банки, занимающиеся исключительно кредитованием физических лиц, ну, они у всех на слуху, да, наращивали свои портфели именно вот во второй половине двухтысячных годов. Сейчас они находятся в наиболее тяжелой ситуации, поскольку у них и уровень просрочки самый высокий по кредитам, вот, и привлекать вклады от населения становится все труднее. Но, тем не менее, многие из них до сих пор еще неплохо себя чувствуют, показывают прибыль формально, поскольку ставки по кредитам, которые они выдавали, достаточно высоки и покрывают уровень просрочки. Ситуация-то однозначно будет меняться, потому что сейчас, вот, заметно именно в последний месяц-два, замедление темпов новых кредитов, рост ставок, естественно, люди будут ограничены в возможности привлечения новых кредитов. И, видимо, эта ситуация просто, ну, более-менее естественным образом придет к норме. Ну, вот, если так вот подводить итог нашей беседы, ну, человек в отчаянии, к примеру. Бывают такие люди, очень много среди ваших знакомых наверняка тоже есть, несколько кредитов, ипотеки и так далее, звонки из разных банков, платить нечем, человек в отчаянии, чуть ли там, да, за ней пистолет берется. Вот что делать, куда бежать? Поможет ли в этом финансовый консультант? Ну, есть, как всегда, несколько направлений действия, да, снижать расходы, повышать доходы. Работать на трех работах? Фактически, да. Раз уже загнал себя в тупиковую ситуацию, что-то надо делать. Продавать часть имущества, тоже вариант, да, привлекать помощь друзей, родственников, если это возможно. Вот. В конце концов, на самом деле, как часто вспоминается, что кризис — это не только беда, но и возможность, возможность чего-то нового. Люди, теряя работу, часто открывают свой какой-то собственный малый бизнес, находят для себя новый способ, ну, самовыражение таким образом. Если человек боится потерять работу, но она у него еще есть, да, сейчас существует, собственно, подстраиваясь под ситуацию, под рынок, например, страховые компании стали предлагать страховку от потери работы. Тоже вариант, да, как бы чувствовать себя более уверенно в нынешней ситуации. Ну, и не брать новых кредитов, наверное, это один из главных советов. Видимо, да, собственно, если вы в такой ситуации, что не можете платить, то вам уже новый кредит не дадут. И человек должен понимать, что платить по более высоким ставкам будет все сложнее и сложнее. Понятно. Друзья, ну, если вдруг у вас все-таки будут какие-то вопросы еще потом и после эфира, то обязательно мы дадим ссылку на нашего сегодняшнего гостя у нас в группе ВКонтакте. Ищите его, общайтесь. Может быть, именно Роман поможет в вашей сложной ситуации. И я думаю, что не все так грустно. Мы как-то так вот сидим тут и думаем, что такой кошмар у нас стране. На самом деле, друзья, давайте любить, уважать друг друга и как-то, не знаю, стремиться к тому, чтобы, если вдруг у вас просят денег займы, ну, дайте, мало ли, какая у человека ситуация. Ну, каждый может оказаться в любом вообще моменте. И у каждого, может быть, случится какой-то кризис. Роман, спасибо большое вам, что пришли. Спасибо вам. Всем вам, друзья, желаю хорошего настроения, добрых, положительных эмоций. Сегодня праздник всех с крещением. Ну, и, конечно же, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Нам кризис не помеха. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин